Иногда поддержка совершенно необходима, чтобы создать действительно крепкую семью. В рамках одноименного партийного проекта депутаты-единороссы провели в Щелковском районе ряд приемов жителей. На встречах представители Мособлдумы и муниципальных советов депутатов рассказали о мерах социальной помощи семьям. С 26 февраля по 2 марта тематические приемы прошли во всех 10 поселениях Щелковского района. На встречи могли прийти многодетные и молодые семьи, задать актуальные вопросы, касающиеся мер социальной поддержки. В рамках приемов на вопросы жителей также отвечали депутат Московской областной думы Владимир Шапкин и председатель районного совета депутатов Надежда Суровцева. Одной из основных задач отметили открытие ясельных групп, сокращение очереди в детские сады среди детей в возрасте от полутора до трех лет. Программа формируется сейчас, это открытие ясельных групп. А иными словами, дальше будем строить детские сады. Причем очень это хорошо для нас с федеральным финансированием. Это поможет нам параллельно с проблемой второй смены решить вопрос и решать вопрос сразу и открытие ясельных групп. Участвовали в приемах также специалисты пенсионного фонда и соцзащиты. Жители могли получить консультацию по современным мерам социальной поддержки, перечень которых недавно вырос. Сотрудники социальной защиты, сотрудники пенсионного фонда, потому что вы знаете, что благодаря инициативе президента у нас в законодательстве были внесены достаточно значительные изменения. Это и льготная ипотека, это и пособия семьям при рождении ребенка, которые увеличиваются, если в семье доход достигает определенного уровня. Поэтому мы старались ответить на вопросы людей, старались дать им пояснения. Владимир Шапкин также отметил востребованность современных культурно-досуговых центров и совершенствование системы поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья. Здесь есть вопросы, которые требуют ретрансляции по нашему профильному комитету в областной думе, который занимается вопросами социальными, вопросами семьи, на уровень Государственной думы. Есть сегодня и прозвучали вопросы, вот эти компенсационные выплаты по уходу, это федеральный уровень. Мы туда, конечно, будем соответствующим образом запрос сделать и консультироваться с нашими коллегами. Всего в рамках программы прошло 12 приемов, на которых свои вопросы смогли задать более 60 жителей. Александра Гранич, Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щелково».